Привет на Роботоп! Каждый день людям удается заснять очень много невероятно интересных моментов с животными. И в наших видеоподборках собраны самые интересные и невероятные. Приятного просмотра! Залить бетон и красиво его выровнять задача сложная и долгая. Но этот пес похоже этого не знал. Рабочие просто в шоке. Они начали звать собаку и она выпрыгивает жидкого бетона. Переделывать им теперь придется много. Вот похожий момент. Наглый пес испортил всю работу. Вы только посмотрите на недовольное лицо этого рабочего. Да уж, работы добавилось немало. А вот и самое невероятное спасение, которое я видел. Собака упала в бетонный растительный канал с сильным течением. Работников с экскабатором предупредили заранее, что в воде тонет собака, и они уже ее ждали. Мужчине в ковше еле удалось зацепить бедного пса, который даже пытался его укусить. Но в результате все прошло успешно. Животное спасено. Похоже, этот медведь чувствует себя как дома на заднем дворе дома в Нью-Джерси. Он уничтожил кормушку для птиц в поисках еды, но полакомиться кормом у него не получилось. Появившаяся соседская собака храбро бросилась на непрошенного гостя. Медведь убегал в настоящей панике. А вы видели, как выглядит популярная игра змейка в реальной жизни? Вот именно такой случай. Змея, скользящая между кирпичами по стене, в точности напоминает 3D-версию классической игры для мобильных телефонов. Видео было снято в Китае, а удивляет только одно, почему змея не падает, и как ей удается удерживаться на этой вертикальной стене. Такую сцену сложно представить в реальной жизни, но, как видите, такое случается. Леопард и два оленя вместе пьют воду с небольшого озера. Почему хищник не нападает, непонятно. Возможно, он сыт, и его просто мучает жажда. Но почему олени ведут себя настолько спокойно и не убегают, это загадка. Орлы должны летать, но этого засняли, как он в прямом смысле плывет. Так он медленно, но уверенно подплывал к скалам на другом берегу. И когда начал выбираться из воды, сразу стало понятно, в чем причина. Он просто не мог взлететь с такой огромной щукой в своих когтях. Отличная охота, и такой добычи ему точно хватит на несколько дней. В Бангкоке засняли драматический момент. Два геккона окружили змею, которая уже проглотила их соплеменника. И если змею потревожить, она, скорее всего, отрыгнет свою добычу. Люди надеялись, что проглоченный геккон еще жив, и попытались провоцировать змею на отрыжку, несколько раз ударив ее палкой. Змея сразу же отрыгнула геккона, который был розового цвета. Сначала он не особо подавал признаков жизни, но через несколько секунд оживает и убегает. Олениха с детенышем попали в очень неприятную ситуацию. Малыш застрял в заборе и не мог выбраться ни вперед, ни назад. Люди пришли на спасение, но Олениха совсем не испугалась. Она не то что не убежала, а даже пыталась атаковать и отогнать спасателей. Достать малыша оказалось не так-то и просто. И только отгородившись от нервной мамы забором, людям удалось освободить Олененка. Домашняя корова по имени Типи решила попрыгать на батуте. Но батут не выдержал такого веса на копытах и порвался. Выглядит очень забавно. В таком глубоком снегу реально можно утонуть. Лыжники вплотную приблизились к стаду заблудших в снегу серны. Животные друг за другом еле передвигались в этой снежной ловушке, и люди решили помочь. Они начали гнать стада к лесу, пока они не нашли выход. Злобная овца решила прыгать на верблюда, который совсем не собирался терпеть такую наглость. Горбатый начал кусать овцу за хребет и даже поднимал ее в воздух. После таких процедур овца немного успокоилась. Кормить в лесу животных хорошо, но в этом случае такая кормушка чуть не убила бедную косулю. Когда корм самодельной кормушки кончился, косуля засунула свою голову в трубу и застряла. Сколько дней она провела в этой ловушке непонятно, но хорошо, что ее заметили люди. Мужчина освободил животное, которое было обессилено и дезориентировано. Но я думаю, что с косулей все будет хорошо. А вот и смешной момент. Огромный морской слон прыгает всем своим весом на детеныша тюленя. Приколы у него очень своеобразны, ведь он мог и раздавить этого бедолагу. Тюлень начал бороться и визжать, и в результате ему удалось вырваться на свободу. По-видимому, он особо не пострадал. Этот белый медведь и собака – лучшие друзья и демонстрируют одну из самых невероятных дружб между животными. На этих кадрах, снятых в Канаде, медведь без агрессии играет с собакой. Люди, снимавшие это на видео, поначалу думали, что хищник просто съест бедолагу, но нет, после этих игр белый медведь просто продолжил свой путь. Вот еще несколько моментов, которые я оставлю без комментариев. Он пришел к нам! Он пытается убить меня! Holy... Он не мог... Он не мог... Продолжение следует... Продолжение следует... Спасибо всем за просмотр и комментарии. До встречи в следующем видео.